Клички для маленьких собак мальчиков и девочек. Собственное прозвище необходимо каждой собаке, даже если она совсем крошечного размера. Питомец постепенно привыкнет к своему имени и начнет на него реагировать, подбегая к владельцу по первому зову. Поэтому очень важно ответственно подойти к выбору, чтобы в дальнейшем не пришлось краснеть за своего любимца перед посторонними. Особенности выбора клички. Клички для маленьких собак очень разнообразны, поэтому каждый может подобрать вариант по душе. Придумывая прозвище Йорку или Чихуахуа, нужно учесть особенности характера или внешности питомца. Маленькие собачки очень разнообразны, как и имена для них. К сведению, другой подход, назвать песика в честь любимого актера, героя комикса, музыкального исполнителя. В этом случае отношения владельца с собачкой будут особенно гармоничными, ведь животное станет обладателем имени, которое вызывает в человеке положительные ассоциации. Кроме того, нужно обращать внимание на следующее правило. Прозвище не должно быть длинным, один-два слова достаточно. Стоит избегать нахождения. Рядом нескольких согласных, это затруднит произношение. Имя должно быть благозвучным, не вызывать неприличных ассоциаций. Поэтому варианты прыщ, гной и гемор сразу отбрасываются. Агрессивные клички, также плохой вариант для небольшого пса. Не стоит называть шпица или грифона Аски, Вильзевул, Дьявол и подобным образом. В остальном фантазия владельца безгранична. Варианты кличек для собак, мальчиков и девочек, маленьких пород. Решая, как назвать маленькую собачку, можно использовать собственное воображение или же повнимательней присмотреться к питомцу. Очень часто будущее имя буквально написано у него на морде. Например, крошкам Чехлаху очень хорошо подойдут веселые имена Пинки, Тори Писки, а вот изысканным баллонкам лучше выбрать что-то более благозвучное, например Хлоя, Кэсси, Мадлен. Выбор имени для питомца – важное и ответственное дело. Легкие и красивые, самые простые варианты для породистых собак мелких пород. Это красивые, благозвучные имена. Можно выбрать одну из следующих тематик. Имена поп-исполнителей – Дженни, Бритни, Селена, Рианна, Майли, девочки, Кевин, Джастин. Артик – мальчики. Фруктово-овощная тематика – киви, айва, вишня, паприка, суки, ананас, кокос, лайм, персик, кобелей. Танцевальный. Пласт, танго, сальса, румба, кан-кан. Автомобильные варианты – руль, форт, мальчики, лады, веста, калина, девочки. Обратите внимание, кличка должна нравиться не только хозяину, но и животному. Менять ее нельзя, иначе песик запутается. Иностранные со значением, клички для собак-мальчиков маленьких пород могут быть очень красивыми, а также интересными, со смыслом. Вот несколько вариантов. Немецкий балдер, принц, бруно-коричневый, лили-шлем, ганс, добряк, колман, голубь-матис, подарок. Рейн, мудрый, фестер, лесной. Французский, ас, благородный, бриз, пестрый, гос, хороший, коломб, голубь-морис, темный. Японские, гора, пятый, джун, послушный, кем сильный, юки, счастье. Выбор для собак-девочек не менее богат. Немецкие, амали, работящая, бруно-коричневая, герти-копье, грета, жемчуг, отлично подойдет. Питомцу в белой шубке, Ирма, универсальная, кейт, чистая, лора, цветущий лавр, мини-шлем. Французские, аврил, открытая, анет. Полезная, бланш, белая, джули, молодая, клэр, ясная, эстель, звезда. Японские, акира, ясная, аяка, прекрасный цветок, изумий, фонтан, ка, черепаха, подойдет для медлительной девочки, ким, золотая, кэцуми, победительница, науми, красота, нори, рожденная. Свободный, ран, орхидея, сакура, вишня. Клички для собак для маленьких пород очень разнообразны, поэтому можно отойти от стандартных вариантов вроде Джека или Марса и придумать. Действительно оригинальное, запоминающееся, звучное имя. Для веселых и активных малышей стоит подобрать подходящее имя. Имена со значением. Еще один легкий способ выбора клички для питомца. Учесть его характер и манеры поведения. Обратите внимание, достаточно некоторое время понаблюдать за щенком, чтобы разобраться в том, какие именно черты для него наиболее характерны. Вот несколько удачных примеров собачьих кличек для мальчиков. Волчок. Идеальный вариант для динамичного активного малыша. Слипи. Подойдет для питомца, любящего поспать. Вати. Кличка для маленького обжора. Мажор. Хороший выбор для породистого очень дорогого и избалованного животного. Винсент Винс. Победитель. Гудок. Для звонкой и постоянно лающей собаки. Для красивой баллонки нужно подходящее прозвище. Для девочек. Искра. Это мелкая, но неугомонная собачка. Сеири. Для девочки-лидера. Зена. Кличка для крохотной воительницы. Мила. Замечательное имя для миловидной баллонки или девочки-шпица. Леди. Утонченная собака с безупречными манерами непременно оценит это имя. Пуля или стрелка. Варианты для динамичной крошки. Важно, если имя собаки дается с учетом характера, важно внимательно наблюдать за питомцем. Менять кличку, если выяснится, что она не соответствует внутреннему миру животного, недопустимо. Английские и американские. Придумывая современное прозвище для питомца, можно обратиться к американским и английским вариантам, которые достаточно многообразны. Для мальчиков подойдут такие клички, Вуди, Вилли, Граби, Генри, Гэри, Дадли, Данки, Дэнни, Джеки, Кенни, Лаки, Марти, Ральфи, Скотти, Чаки. Владельцы девочек мелких пород могут рассмотреть такие варианты, Алекса, Алисия, Банни, Бекки, Бриджит, Бонни, Вики, Келси, Кладин, Линда, Люси, Минди, Молли, Мэйси, Саммор, Тиффани. Прикольные и смешные клички. Маленький песик позволяет выбрать для себя и забавное необычное прозвище. Например, для мальчиков подойдут апельсин, айфон, блинчик, вареник, репост, пряник, хэк-тек, смарт, бекон, ролл, омлет, круассан. Девочку можно назвать так, пышка, груша, ванилька, глюкоза, кукла, елка, ириска, флешка, хурма. Забавную собачку можно назвать прикольным именем. Кличка и окрас щенка. Еще один способ назвать питомца, подобрать имя с учетом окраса шерсти. Варианты. Черный, подойдут Блэки, Найт, Тьма, Уголек, Ежевика, Цыган. Белый, Белка, Снежок, Снежинка, Метель, Сахар, Лавина, Рыжий, Голди, Лиса, Злата, Брусника, Пепи, Рубин, Серый, Грей, Пепет, Тень, Дымка, Галька, Стил. Коричневый. Браун, Брун, Бруно, Кофеек, Шоколадка, Сникерс. Обратите внимание. Не стоит называть черного песика негром. Конечно, кличка хорошо сочетается с цветом шерсти, но звучит некорректно. При выборе имени можно ориентироваться на цвет шерсти любимца. С национальным колоритом. Тем, кому не по душе западные варианты, можно рассмотреть клички традиционно русские, привычные слуху и не лишенные особой романтики старины. Для маленького кобеля подойдут такие имена, жук, буран, пух, гром, пончик, кузя, кубик, мишка, топаз, особенно если глаза у питомца. Небесно-голубые, например, порода мини-хаски, вулкан, баян, патрон, хохот. Девочку можно назвать так, пурга, рысь, кисточка, чайка, луна, ласка, лада, рада, матрешка, найда, чапа, злата, мимоза. Как выбрать подходящую кличку собаки? Самый простой способ ознакомиться с литературой по теме, в книгах по собаководству представлено множество кличек на выбор. Можно также проявить фантазию и самостоятельно придумать необычное уникальное имя. К сведению, бывает и так, что, взглянув на питомца, хозяин сразу понимает, как его назвать. Например, если песик, впервые попав в дом, сразу облюбовал себе место на сером хозяйском свитере, то его можно назвать Грей или Пепел. Если щенок активен и не поседлив, ему подойдет имя Драйв. Существуют и подборки кличек по породам. Для шпицев рекомендуется, Арнольд, Генрих, Дитрих, Кай, Ларс, Ханс, Мальчики, Ионет, Даринь, Ирма, Лара, Лилу, Девочки, Чехлахуа, Подойдут, Атом, Бакс, Джем, Кенни, Смоки, Чиф, Мальчики или Барби, Зузу, Мисси, Нунис, Пилар. Девочки, Мопсом можно выбрать из такого перечня, Арчи, Брэнди, Гоблин, Джексон, Ларри, Отис, Мальчики, Иджуси, Мафия, Милана, Фи-фи, Фиеста, Девочки. Клички для мопсов очень разнообразны, поэтому сделать выбор непросто. Как приучить питомца к имени? Выбрав имя, любой собачник или собачница сталкивается со следующей проблемой, как рассказать любимцу, что теперь он называется Клео, Писки или Рокси. Действовать нужно постепенно, но целенаправленно. Прежде всего необходимо познакомить щенка с именем. Для этого малыша несколько раз гладят по голове и ласково называют. На этом этапе можно даже угостить любимым лакомством, но без фанатизма. Использовать этот прием предстоит позднее, обучая командам. Обратите внимание, нужно как можно чаще обращаться к собаке по прозвищу, как поощряя, так и ругая. Если щенок напроказничал, его журят строгим голосом, упоминая кличку. Если, напротив, справился с поставленной задачей, хвалят также называя по имени. Важный момент, нельзя использовать обилие уменьшительно ласкательных прозвищ, по крайней мере первое время. Взрослый пес может понять, что он Грант и Грантик одновременно, но для маленького щенка выбирается один конкретный вариант. Кличка животного должна ему нравиться. Распространенные ошибки при выборе клички. Часто, придумывая красивое оригинальное прозвище своему крохотному питомцу, владелец останавливается на длинных вариантах вроде Изабелла, Каролина, Северина. Они действительно звучные и интересные, но для постоянного использования в быту не годятся. Собака может запоминать не более трех слогов, поэтому собственное имя превращается для нее в пустой звук. Другие досадные ошибки. Ими не соответствуют характеру питомца. Флегматичный пес, названный вулканом, или крошечный чихуахуа с именем Гигант смотрится комично. Нельзя называть питомца в честь умершего. Животного. Не стоит использовать красивые звучные слова, значение которых владельцу непонятно. Не нужно называть животное «мама» или «папа», даже если это кажется остроумным. Многие заводят собаку в подростковом возрасте и называют ее забавным именем вроде Кирпича, Колесико, Пуфика или Жужу, Мышки. Но пес и его владелец взрослеют. И через несколько лет молодому хозяину будет довольно неловко обращаться к собаке Пуфик. Это нужно учитывать и называть щенка в меру серьезным именем. Обратите внимание. Хотя чувство юмора никто не отменял, и маленький, но отважный пес Рэмбо или Шварц сможет стать гордостью своего владельца. Таковы лишь некоторые варианты кличек для собак мелких пород. В целом фантазия хозяина ограничена лишь рамками приличия и морали. Главное, чтобы выбранное прозвище нравилось и собаке, и владельцу.